Полет, а точнее самолетостроительный завод номер 166 возник на пустыре буквально за несколько месяцев. В одно тыловое предприятие слились шесть. Два московских, три омских и один из города Кимры. Стены и крышу еще возводили, а станки уже запустили. Люди работали под открытым небом. В декабре 1941-го из заводских ворот выкатили первый самолет. Кто занимался самолетом? Это Андрей Николаевич Туполев. Он был главным конструктором самолета. У него была группа, которая приехала с Москвы, которые конкретно занимались самолетом. Самолет был сырой. Он был в стадии, так сказать, опытного создания образца. Приходилось как осваивать сам самолет, и также приходилось осваивать еще и серийную оснастку самолета, все эти сам технологические процессы. Первые Ту-2 прошли боевое крещение в составе Третьей воздушной армии в сентябре 1942 года. На малых и средних высотах Ту-2 превосходил уже существующие бомбардировщики скорости и грузоподъемности. Он мог свободно летать с одним работающим двигателем, а главное – эффективно поражал наземные цели и мог с успехом постоять за себя в воздушном бою. Разработкой Ту-2 занималась группа заключенных Центрального конструкторского бюро НКВД номер 29. Помощником начальника цеха по изготовлению до 1942 года был Сергей Королев, основоположник советской космонавтики. Он был очень требовательный, все время находился среди людей, всегда пытался помочь, потому что именно он был как помощником Королева, Туполева, то есть, постоянно находился среди людей, то есть решал все эти острые вопросы, которые возникали по самолету, и о нем хорошо отзывались, вот те очевидцы, кому приходилось с ним работать. За все время войны 166-й самолетостроительный выпустил 3800 самолетов Ту-2 и Як-9. Впервые Як-9 появился в сражении под Сталинградом. На этих боевых машинах летал легендарный женский полк имени Марины Росковой и воевали бесстрашные французы эскадрильи Нормандия-Неман. Омские самолеты, которых выпустили немало, участвовали во всех крупных битвах Второй мировой войны на Курской дуге и во время взятия Берлина. Война давно окончена, мир больше не делится на своих и чужих, линию фронта и тыл. Но в память о тыльной стороне войны, связующем звеном между прошлым и настоящим, взмывает в небо Як-9.